Игрыинфо.ру и творческая группа GNC представляет И снова речь пойдет о поляках Правда, не о тех, что сделали умопомрачительного ведьмака А о ребятах из лиги поменьше Разработчики из Destructive Creations выпустили в начале лета Игру под названием Hatred Этот проект представляет собой эдакий симулятор польского мизантропа Который с особым пристрастием расправляется со всем Homo и Homo sapiens Попавшимися ему на пути Трейлер игры, выпущенный в 2014 году, дико заинтриговал меня Ибо жестокость, продемонстрированное видео, была пугающей Первые 15 минут я пребывал в некотором шоке от всей жестокости Что на мою голову вывалила эта игра Нам предстоит разделывать на кусочки всех находящихся поблизости людей У меня сложилось впечатление, что разработчики решили сделать что-то вроде серьезного постел С элементами Manhunt Но я ошибся, здесь все намного прозаичней Hatred просто скучная поделка Она в принципе и выглядит несколько уныло Черно-белая гамма, редкие вспышки цвета от раздирающихся взрывов И герой, убивающий всех и вся Есть игры, которым идет такой стиль Он помогает настроиться на нужную атмосферу Но в Hatred такой визуал делает игру только унылие Что же до пресловутой жестокости, то она удивляет только поначалу Особенно это эффектно смотрится, когда герой добивает свою жертву Но постепенно такие моменты надоедают и ты их больше не воспринимаешь как нечто необычное и вызывающее Тем более на фоне недавно вышедшего Ведьмака Такие добивания смотрятся несколько нелепо Просто вспомните, как Геральт эффектно отрубает головы своим врагам Или разрубает их напополам Вспомнили? Вот это самая настоящая жестокость А тут так, детские шалости Также в пример можно привести знаменитую серию GTA, в которой вы наверняка играли Там тоже можно убивать гражданских, резать их, давить, взрывать, запинывать Так что, по сути, Hatred не привнес ничего нового в игровую индустрию Как мы уже убедились, насилие в игре — вещь второсортная Но что же до самой механики проекта? А она тоже уныла Нет, действительно Весь смысл игры заключается в том, чтобы наш сошедший самогерой убил всех и вся Каждый новый уровень начинается с того, что потлаты и мизантроп приходят в очередную локацию Начинают месить простых гражданских Приезжают полицейские, он разносит их в пух и прах Приезжают военные Он и их тоже убивает, и всё по кругу Но проблема заключается не в цикличности проекта Дело в том, что у игры нет как такового сюжета и развития персонажа Но это ладно, разработчики нам не обещали драмы Беда состоит в том, что в этот проект просто скучно играть Это просто унылый шутер с видом сверху Тут даже нет особого разнообразия в изничтожении людишек Ни тебе оригинального оружия, ни окружения Которое можно использовать и так и этак Да у противника даже мозгов нету Они мало того, что высовываются, как в шутерах нулевых годов Так даже окружить нашего маньяка не могут Вот волки-ведьмаке Те, да, умеют поднасрать в нужный момент А здесь даже военные не способны на что-то серьёзное Мезантропа могут убить только, если он пойдёт в открытую И то, есть большой шанс уцелеть Поляки обещали нам жестокую игру, которая взорвёт наш мозг На самом деле это происходит в первый час игры А после ты понимаешь, что всё это уже видел В той же GTA или Hotline Miami Которая в плане механики и той же жестокости кладёт хейтера на лопатке Хотя, если вы вдруг увидите эту игру на распродаже в стиме С 80% скидкой, то тогда, пожалуй, покупка будет оправдана А на этом всё, спасибо за внимание Смотрите наши новые обзоры, подписывайтесь на канал И заходите на сайт игрыинфо.ру Там много всего интересного Всем счастливо, пока! Пока!